Жалоба Transparency International на предостережение прокуратуры о недопустимости нарушений впервые была рассмотрена по существу. До этого заседания несколько раз переносились, в том числе по причине неявки представителей прокуратуры. Тюристы Transparency International просили суд отменить предостережение прокуратуры, так как подобное предостережение может быть вынесено только на основании сведений о готовящихся противоправных действиях. Продолжение следует... Елена Панфилова сказала, что ее не удивило решение суда и заявила о намерении подать апелляцию на это решение в суд следующей инстанции. Не могу сказать, что решение суда отказать нам удовлетворение нашей жалобы было душераздирающей новостью, но это значит, что мы просто дальше пойдем к соответствующим судебным инстанциям. Тюристы Transparency International в суде напомнили, что в феврале Минюст проводил проверку и никаких нарушений выявлено не было. Прокурор заявил, что знакомы с итогами этой проверки, но считает ее выводы ненадлежащими. В ходе судебного заседания стороны пытались выяснить, является ли деятельность Центра антикоррупционных исследований и инициатив политической. По словам Елены Панфиловой, гражданская антикоррупционная деятельность не является политической, она направлена на гражданский контроль. В частности, организации формирование общественного мнения о проводимой государственной политике и воздействии на принятие органами государственной власти решений, в том числе нормативно-правомышленности. Сотрудники Transparency International настаивают, что вся деятельность организации носит рекомендательный характер. Однако, по мнению прокуратуры, деятельность Transparency International является политической. В частности, представитель прокуратуры сказала, что любое интервью является политической акцией.